И снова всем здравствуйте, с вами Техномакс, мы продолжаем Анна Мутейшеном. И теперь по задаче нам нужно поговорить с нашей сестрой Накамурой, которая в общем-то за спиной у меня и стоит. Старые привычки уходят не просто, новые сведения о Райане. Это наша текущая задача. Кстати, по поводу разлива спиртных напитков. Уже на монтаже я посмотрел, я увидел где там даются рецепты. Так, я сейчас попробую, получится или нет. А, уже все, нам закрыли доступ. Ну все, короче, уже никак. В общем, там было изображение бутылок с кнопками, очередность, которую нужно было наливать. И там сверху была маленькая табличка с этими же цветными бутылками, в каком порядке чего нужно наливать. Но, блин, могли бы сделать и покрупнее, вообще-то я не заметил, нифига. Энн, я так рада, что ты пришла, спасибо за помощь. Отец обычно просто куда-то испаряется. Энн, на самом деле причина, по которой я попросил тебя прийти. Райан. Это было понятно. Что с ним? В последнее время он ведет себя странно. Вернулся он несколько дней назад. И долго-долго разговаривал с отцом. Думаю, это как-то связано с твоим недугом. Возможно, тебе нужно спросить об этом у отца. Он в своем кабинете, в игрушки играет. Эх, эти двое иногда так меня выбешивают. Так, это мы в прошлый раз разговаривали на эту тему. Так, игра прекращает тормозить. Отец. Оно не сохранилось? Кто это сделал? Папа. Предупреди меня заранее о своем визите, чтобы старик смог приготовиться. Чем занят, пап? О, кое-чем очень важным. Ты еще маленькая, так что тебе будет неинтересно. Тем не менее, это очень важно. Я же видел, как ты просто играешь в игру. Вот книга, которую ты хотел. Ох, наконец-то она у меня. Не могу дождаться, когда же уже приступлю к ней. Мне сказали, что она довольно увлекательна. Да еще и разными интересными идеями наполнена. Я посмотрел концовку в интернете, смеялся часами. Пап, почему ты не помогаешь на камуре в баре? Эх, потому что я занят важными делами. О, Райан, кстати, недавно заходил. Пап. Зачем он приходил? Ну, он сказал, что знает, как излечить твой недуг. Что он сказал, как именно? Не знаю, он не сказал. Что еще? Эээ, дай денег. И ты дал? Конечно, нет. Думаю, он просто пытался выбить из меня мой кошелек. О, а еще он прихватил с собой парочку твоих фотографий перед тем, как уйти. Сказал, что они ему нужны. Ты знаешь, куда он отправился? Неа, он мне сказал. Есть какие-нибудь новости от Алана про Н540? Неа, не думаю, что он вообще верит в существование этого лекарства. Да не впадай же ты в уныние. Попробуй, вдруг. Полагаю, ты хочешь отыскать Райана. Почему бы тебе не начать с ногти с Сити, с того старого дома, где я раньше жил? Энн. С того инцидента просто прошло немало времени. Немножко косяки перевода. Ты не можешь вечно прятаться в тени и жить в прошлом. Отпусти и двигайся дальше. Я поняла, пап. Ну, я пойду. По направлению к ногтю с Сити. Так, чего тут есть еще интересного? Дай техник. Унд дай сайбер кехре. Чё, блядь? Это чего-то техника и кибернетика. И, по-моему, написано по-немецки. Я немецкий не шарю, как бы. А, это мы внутри комнаты, я понял. Доброе утро, папа, Хелен, Энн, Райан. Я, честно, не знаю, сколько сейчас времени или какой сегодня день месяца. Я уже так давно в этом дождливом лесу. Я нахожусь на... Северной широты. Ага, западной долготы. В рынок древнего города. Ну, милое солнце и влажный воздух. Я слышал, что здесь видели древние артефакты, которые могут предсказать будущее. И захотел прийти сюда и взглянуть на них. Может быть, они смогут направить меня, подскажут, в каком направлении идти. А, это чё письмо интересно было. Так, чё он скажет чего-нибудь ещё? Отправляйся в ногти с Сити и проверь то старое местечко. Если увидишь этого мальчишку, скажи ему, чтобы быстро топал обратно домой. Понятно. Так, она нам что-нибудь скажет ещё. Наш бизнес так и процветает. Хочешь подзаработать деньжат? Посетители остались довольны твоими напитками. А, так, поприветствовать Накамуру от имени Аяны. Аяны попросила меня передать тебе привет. О, та девчушка, которая совершенно не умеет пить. Помню, как она настаивала на том, чтобы попробовать мой напиток. И после нескольких глотков... Ох, как неловко это было. Ей просто нравится строить из себя крутую. Ну, рада, что у тебя есть такой друг, как она. Сначала съехал Райан, а затем и ты последовала его примеру. Остались только я да отец. Не забывай хоть заглядывать время от времени. А, хорошо. И ещё тут есть. Последние вести о семье. Как вы там? Отец, как обычно, рубится в игры и днями и ночами читает романы. Иногда выглядывает, чтобы встретиться со старыми друзьями. Ну, а Райан, как и ты, переехал и... Совсем перестал отвечать на сообщения. Вечно знание от времени домой вернуться у него нет. Пф. Что касается Хелен... Хм... Если бы не письма по почте, я бы уже давно о ней забыла. Всё никак не пойму, что вызывает в ней желание бороздить океаны ради исследований. Ох, ну а я... Раздумывала на днях о том, чтобы нанять помощников. Невозможно тащить всё это на своих плечах одной. Ох, не совсем одной, ещё же этот кусок железа и... и есть. Я знаю, что это невероятно тяжёлый труд, сестра. Ты большая, молодец. Да. Знаешь, что я хочу сказать? Догадываюсь. Такой видной девушке, как ты, уже давно пора найти своего принца. Есть у меня тут крупный списочек подходящих кандидатов, которые их я... Сестра! Ладно, ладно, в другой раз. Не забудь заглянуть по Жен. Спасибо мне. Ещё сестра, блядь, не сватала её. Давайте сохранимся, пока у нас прогресс пошёл. И теперь необходимо двигать в Ноктис Сити. Аяна, я отправляюсь в Ноктис Сити. Что? Может, побудешь с семьёй ещё немного? Я хочу попробовать найти Райана. Давайте попробуем найти нашего непосредливого брата. И, кстати, я совсем забыл про инвентарь, который у нас есть. Оружие, рюкзак. Стандартная граната наносит огромный урон при броске. Угадай, что оружие и взрывчатка стали опорой человечества. Готовьтесь убить или быть убитым. Или вы их, или они вас. Ну, что, берёте? Распродажа гранат заканчивается сегодня. Стимулятор восстанавливает стоочку в здоровье. Быстрее, мне нужен стимулятор. Меня только что ударили в аппендикс. Разве вам давным-давно не удаляли аппендикс? Эй, сейчас не время для тупых шуток. А, предметы на заказ. А, это то, что можно крафтить, наверное. Потому что снизу, вон, есть необходимые материалы. Нифига себе, грибы даже какие-то. Охренеть. Фугасная граната и электроимпульсная. Материалы. Чипы. Чип волнового удара, цифровой бонус. При использовании увеличивается урон оружия. Декоративный доп. Оружейный чип. Помимо изящного дизайна, также усиливает оружие. Хотя эти чипы уже давно массово производятся АЛЮД и предприятием ФТ, на этот вид самодельных чипов было затрачено много человеческих ресурсов. Они до сих пор нравятся покупателям. Стоп. Универсальный вспомогательный чип, цифровой бонус. При использовании крит оружия увеличивается на 7%. Надежда на сбор боевого опыта, предшественников для создания чипов. Производственный процесс сложный и занимает много времени. Отменная стабильность делает его одним из самых рентабельных чипов. Переработка. Ха, протез руки и пальцев, попробуйте собрать вместе, я знаю, что не смог бы. А как это переработать? Наверное, не здесь. Она без проблем передает энергию, но не может передавать данные. Судя по всему, эта штука уже несколько раз была в ремонте. А, молотов. И, кстати, это реально какой-то чайник. Благодаря встроенному компрессору сжатого воздуха, ее можно использовать в качестве оружия, заправив кипятком, кислотами или другими опасными жидкостями. Поэтому полиция скопа со временем ее запретила. Типичный вен с шестигранной головкой. Наверное, деталь какой-то машины. Резиновая смесь обеспечивает водонепроницаемость. Ну, это резиновые прокладки. Типа как на краны. Распространенный компонент, используемый при постройке базовых товаров, электростанций и даже мехов. Его часто используют благодаря надежным и эффективным методам плавки алют. Пожилым людям нравятся узоры с цветами и животными. Ну, да, разноцветная мазь была. Точнее, в банке разноцветной. Взгляните вокруг. Может, вы сможете найти подходящий болт? Гайка. Модель игрушек алют 14-го поколения быстро обрела популярность благодаря своему смелому креативному дизайну. Позже пришлось прекратить их выпуск. Какие-то преступники попытались сделать настоящего меха, вдохновившись дизайном модели. О, блин. Ну, это всякий хлам и подсказки предмета заданий. Короче, хрен пойми. Так, где наша машина и почему все еще лагает? Так, где там у нас ногти с сити? Парковка. И правда удивлена. Я и подумать не могла, что Райан живет в таких ужасных условиях. В каких ужасных? Тут все плохо так. О, крыша. Ну, мы вроде на улице приземлились, а не на крыше. Есть мелочь, я на мели. Да, у самого нихрена нет. Поехали. Ну, да, надо брать все. Это всякий мусор, хлам, бутылки. Так, стоять. Нужно проверить, что тут есть. Открыть. Да, тут можно выйти. Прикольно. Булт специальной формы, зонтики. Понятно. Гарнитура. Выглядит очень стильно. Внешний мех, позвоночник. Очень дорогая новая техника. Подобрать все. О, нифига. Поезд. Не, фоны здесь шикарные. Так, а я тут все подобрал, да? Твердотельная световая пластина. Переносной ховерборд, который использует твердотельное освещение как энергию. Ни хрена себе. Я такого не слышал. Красота. Анна-мутейшеном. То есть, я полагаю, мы сейчас завершили пролог, и поэтому нам показали название игры еще раз. Ну ладно. Диск используется для хранения данных. Хорошо. Открыть. Слайм тягучая, хлюпающая игрушка. Кошмар. Голограмма бонсай от Титонус. Тук-тук. Нет ответа. Аяна? Динь-дон! Красотка пришла на помощь. Этот шифр очень интересный. Ты сможешь его взломать? Конечно, он довольно легкий. Тебе даже не понадобится моя помощь. Ты сама сможешь взломать его? Я загружу технику, взломав твою систему. Ага. Использую, чтобы открыть систему Грома, разблокировать талант начинающий хакер. Система Гром. Подождите, это здесь? Карта задания таланты. А, бля, тут еще таланты есть. Боевой базовый эксперт. Рывок вперед. Прикольно, прокачка всякая. Время перезарядки пистолетов сокращается. А, это для контратаки. Ну, понятно. Начинающий хакер. А, ну, понял. Это, короче, вот это виртуальное менюшка, которое позволяет взламывать. Удерживаю вот это, нажми, чтобы взломать закодированное устройство. Разблокирован. Как оружие улучшать, кстати? Легкое оружие, оружие дальнего боя. Блин, ну, я всегда делал ставку на дальнобойное оружие. Тут можно что-нибудь? Нет доступных модулей? Есть. Почему же? Пу-рум-пу-рум-пу-пум-пум. Это увеличивает атаку. Это увеличивает шанс крита. Да лучше шанс крита. Крит на 7%. И, кстати, его снять можно? А, убрать все чипы. Да, можно. Вот и хорошо. Я не люблю, когда чипы ставятся одноразово, потом хреново выковыришь оттуда. А, это типа взлом, да? Это вот так выглядит место для взлома. Примени, чтобы повернуть узлы для взлома, используй для перехода на следующий уровень. А, то есть тут по времени надо, да? Или как? А, понял. То есть надо, чтобы все стало зеленым. Ох, а это не просто. Да нет, это просто. Я просто не понял сразу систему. Подожди. Я же взломал, нет? Что за хрень? А? Ну? И что? А, РБ для завершения. Все понял. Блин, система, елки-палки. Похоже, он ушел в спешке. Давай попробуем найти какие-нибудь зацепки. Давай. Попробуем. Ну, сразу явная зацепка, это всякая электроника. Гайки-прокладки. Неисправный пульт, определенно несъедобно. Ну, капитан очевидность отобряет. Продвинутый криптоключ. Ух ты, а для чего? Где-то нужно найти продвинутый крипто-сейф. Отображаемая технология ПЗУ-данных, включая восстановление сцен, контекстное воспроизведение и тиражирование, принадлежит Титонус Групп. Что? Н540? Моя сестра! Райан тоже ищет Н540? Что ему удалось выяснить? Странно, почему Райан оставил это ПЗУ здесь. Оно сильно повреждено. В центре города есть магазин ПЗУ, в котором можно починить это. Хорошо, пойдем туда. По горячим следам починить сломанное ПЗУ. Вот на стене там наверху кондиционер висит. Вообще-то, это внешний блок, он должен висеть на улице. Ну ладно. В толчке ничего не спрятано. Вот тут мы все облазили. Опа-на! Ты уже открыла дверь? Превосходно, мы избавились от множества проблем. Думаю, ты также знаешь, где сейчас Райан, верно? Опять бандюки. Вот говнюк. Он убежал, что ли? Оф, всего минуту назад он был таким крутым парнем, а теперь посмотри, огонь резко убегает. Погнали. Блин, лут. Я не могу лут пропустить. Ух ты, как красиво, блин. Э, вы что, офигели, что ли? Ну давай. А ты не боишься трудностей, упрямая девчонка? У меня есть то, что тебе нужно, но сможешь ли ты забрать это у меня? Давай попробуем. Пусть мои ребята развлекут тебя. Угу, давай. Так себе развлечение. Мгновенное убийство плюс. Нажми РБ рядом с незащищенной целью, чтобы вызвать мгновенное убийство. А, нифига. Чёрт, а пистолет на перезарядке, что ли? Ах, бесполезный мусор. Она довольно хороша. Ты неплохо держишь удар. А теперь держи вот это. Козёл. Отдай мне ПЗУ. Ни за что, поймай меня, если сможешь. Будь осторожна. Ох, чёрт. Наверх. А как наверх? А, понятно. Так, это патроны или что там было? А это чё такое? Наверху летает. Ах, блин, я понял. Это что-то нехорошее. Да, блин. Немножко непривычная боевая система. Похоже, к нему пришло подкрепление, с кем, чёрт возьми, Раен связался. Осторожно, дорогая. Кто? Кабан? Ух ты. Ой, блядь. Ох, он только что упал? Глупый свин-головорец. Да, блин, козёл. Эс, будь осторожна. А, чёрт, летучие. Как вас убить? А, тут у меня же пистолет с самонаведением. Ой, блин. Давай, сделаем мне мост. Вот, молодец. А ты не так уж плоха. Давай присядем и поговорим. Нам есть что обсудить. Факцию пугли нужны такие, как ты. Прекрати нести чушь, отдай мне ПЗУ. Передай Райану, чтоб сам забрал его. Блин. Аяна, помоги мне осмотреть этого парня. Без проблем, я уже этим занимаюсь. Нахрена себе, в какой обход приходится бежать. Цель обнаружена. Цель обнаружена. Блин, да, сволочь. Сдохнет. Распределить материалы. Некоторые предметы можно быстро комбинировать. Когда в вашем рюкзаке будет достаточно материалов, удерживайте его не для комбинирования. Вы также можете комбинировать предметы в интерфейсе рюкзак. Так, где там рюкзак, блин? Карта база данных рюкзак. А что я могу скомбинировать? Как это разбирать вообще? А, экипировка. Отказаться. Применить. Да. Блин, немножко непривычно все это дело. А чего я могу скрафтить? Гранату, что ли? А-а-а. Изготовить. Понял. Стандартная граната. Ну, пускай будет так. А, он бежит к стоянке. Знаю. Он такой быстрый. А, мы прыгали с хрен знает какого этажного здания, а тут не можем спрыгнуть. Странно. Продвинутый криптоключ. Нахрена. Или это... Или это за лутом надо было просто прийти. Ой, я тупой. Где он? Не могу сказать наверняка. Слишком много слепых зон. Придется искать по крупицам. Стоянка. Стоянка еще одна. А, лут. Подобрать все. Пистолетные патроны. Стандартные боеприпасы для пистолетов. Всего 12 боеприпасов в коробке. Плюс граната. Я не помню, а что гранату кидать. Блин. Вот что бывает, когда делаешь перерыв. Я вижу его. Вон там. А, стоять. Блин. Я так никого и не добил до сих пор. А, понятно. То есть нужно перейти на его, ну, на ту сторону, где он. Еженедельник паранойи. Еженедельный табуэт о странных и загадочных явлениях в мире. Давайте заберем. Стимулятор. А, сохраниться можно. Хорошо. Блин. Вот тут хотя бы уже динамика началась. А то все разговоры да разговоры. Я не желаю видеть эту девчонку. Ты знаешь, что делать. Не порочь репутацию факцию пугни. Давай. Обновление гром x1. Таланты, связанные с характеристиками персонажа в системе гром, должны быть улучшены при помощи улучшения грома. Хорошо. Опытный хакер дает дополнительные кредиты. Нет, вот. Мгновенное убийство плюс. Недостаточно гром биц. А, поэтому мгновенное убийство я не смог сделать. Оружие автозагрузка. Сокращает время перезарядки пистолета. То есть тут талант еще открывать надо. Я имею в виду в мире находить, скорее всего. А это чего? Таро увеличивает удачу на 15, также немного повышает коэффициент получения наград за победу над врагами. Броня, составное покрытие, увеличивает базовую защиту на 10. Здоровье, тренировка силы, увеличивает максимальное значение здоровья на 50. Боевой навык, маневр, увеличивает силу атаки на 10. Пакет расширения, увеличивает размер рюкзака до 8. Хорошо. Ладно. Может хватит? Хватит меня преследовать. Да нет, не хватит. Эн, у меня плохое предчувствие, это может быть ловушкой. Скоро узнаем. А, даже ползать по лестнице можно. А, это просто коробка неразрушаемая. Бесполезное дурачье. Живо, она пожалеет, что вообще пришла сюда. Ты что, с ума сошел? Зачем приносить эту штуку сюда? Ладно, ладно, я ухожу отсюда. Я нашла информацию о нем. Его зовут непобедимый Локи из факции Упугни. Эн, тебя ждет настоящее испытание. Ай, бля. Еще эти летучки сраные. Ну и че? Ой, бля, ой, бля, ой, бля. Жесть какая. А теперь последние новости в Ноктис-Сити. Местная фракция навела беспорядок после отказа от нервных переговоров с президентом. Мы ведем репортаж в прямом эфире с места событий. Опять Ноктис! Сколько зданий в этом месяце! Должно быть в этом снова замешаны члены банды. Кто бедолага на этот раз? Эй, красотуля, еще один коктейль! Да, дорогая? Дорогая! Эн, где ты? Не оставляй меня одну! Не оставляй меня alone! Пожалуйста! Ай, я здесь! Ты в порядке? С тобой все хорошо? Я в порядке. Да, но этот отморозок сейчас должен быть где-то поблизости. Будь на чеку. Эй, посмотри на это! Похоже на оружие. Но я не уверен, сможет ли твоя энергия привести его в действие. Можно проверить. Вон там! Энн, берегись! Катитесь к черту! Все вы! Продолжаем! Дорогая, попробую воспользоваться своим новым мечом. Так, стоять. Я, блин, постоянно путаю кнопки. Надо будет, наверное, поменять, может быть. Так, новый меч. Тяжелое оружие. А как им воспользоваться? Чипы. Так, это урон. А, атака плюс три. О, атакующий ВЧ-чип. Урон оружия. Стоять! Тут написаны кнопки. Икс, игрек, РТ. Все, я понял. На игрек. Тяжелая атака. Вот это камбушки там тяжелые. Арбат. Ну, только не надо отрубаться. Детка! У меня получилось. Рэй? Ох, я выдохся. А сердце вот-вот выпрыгнет из груди. У нее снова появились симптомы. Понятно. Это место сейчас обрушится. Сначала нам нужно выбраться отсюда. Свобода, за которую выступает Ногти Сити, была вновь попрана действиями преступных элементов. Свобода не оправдывает ни насилия, ни преступлений. Кажется, мы тоже это читали уже. Понятно. Я примчался, как только услышал. Энн, удалось избежать опасности только благодаря тебе. Она всегда старается изо всех сил. За все эти годы ничего не изменилось. Ей не стоит быть такой строгой к себе. Кстати, Рэй, ты поможешь нам помочь найти Райана? Конечно. Я сообщу, когда что-нибудь узнаю. Но сначала я должен кое с чем разобраться. В соседнем городе обезумели зомби. Очевидцы видели человека в черной одежде, на лице которого была птичья маска. Мне стоит увидеть это. Птичья маска? Да, прямо как у чумного доктора. Ладно. Рэй, будь осторожен. Кстати, ты уже поправляешься. Жди меня в гости, когда я вернусь. Я знаю один милый итальянский ресторанчик, который идеально подошел бы для нашей встречи. Мой дворецкий хорошо заботится обо мне, не волнуйся. Что ж, мне пора. Я пойду. Берегите себя. И свяжитесь со мной, если вам понадобится помощь. Хорошо. Мы привыкли сами справляться со своими проблемами. Что случилось? Ура, ты пришла в себя! Где ПЗУ? Как я вообще оказалась здесь? Рэй спас тебя. Вот как? Этот надменный... Эй, не говори так о человеке, который спас тебе жизнь. Я так волновалась, когда ты упала. Ох. Дорогая, ты попытаешься хоть немного утешить меня? Сначала слезь. Но меня нужно успокоить. Слезай. Нет, я хочу... Поцелуй. Эй. Отойди от меня. Ну давай, поцелуй меня. Хе-хе-хе, блин. Какая надоедливая. Я потеряла пузу Райана. Пожалуйста, давай в первую очередь позаботимся о твоем здоровье. Я помогу тебе найти Райана. Модуль дворучного меча. Скала. Отправиться к доку. Путеводная нить. Ух, нихрена себе, блин. Так, модуль дворучного меча. Это тяжелое оружие у нас. Модуль для экипировки. Да, 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 да. Я понял уже. Удалить чип, да. Модуль. Включает в себя новый внешний вид и проект неизвестного изобретателя. Несмотря на свой уникальный вид, его система преобразования энергии мощнее, чем у других модулей. Ага. То есть он чисто усиленный, да? Хорошо. И тут три разъема. Отлично. Ну, урон прям стал вообще хорош. Так, под пистолет у нас ничего такого нету. И под легкий меч тоже. А, нет, под легкий меч есть. Включает в себя новый внешний вид и воплощает загадочную философию проектировщика. Хотя еще ни одно оружие не может полностью раскрыть его потенциал. Этот модуль все равно сияет на поле боя. А, синий и фиолетовый. Понятно. Тоже трехслотовый. И тоже с увеличенной атакой. Хорошо. Ну, на пистолет, да, пока ничего нету. Рюкзак. Стимуляторы. Гранаты, которыми я ни хрена не пользовался, блин. Ну, я их пока делать больше не буду, их до хрена. Напалм. Он непрерывно горит, если вынести его на воспламенимую, на воспламеняемую поверхность. Необходимый материал для стандартных ручных гранат. Медвежья лапа. Легенда гласит, что избранные могут получить сверхсилы, пройдя испытания по поеданию медвежьей лапы. Фу, блин, гадость какая. Спецоболочка. Особенная металлическая оболочка, обработанная только наилучшими мастерами. У нее повышенная твердость, но при этом невероятно низкие коэффициенты отношения термального расширения. Переработка. Где это перерабатывать? В лаборатории ДОКа, может быть? Ну, это хлам, и я так думаю, хлам-то продается, хотя он стоит копейки. И почему у меня не сменились шмотки? Я же одевал боевой костюм, или боевой костюм сбрасывается. Блин, тут одевать нечего особо. Тут у нее прическа дебильная мне не нравится. Ой, тут везде прически разная. Ё-моё. Я бы хотел стандартную прическу, но более-менее стандартная вот эта. Но только они покрашены, эти волосы. Ну и вот эта, кстати. Ну, давайте в этой бегать, ладно, хрен бы с ним. Так, почта, ничего нового. Все, я потом сохранюсь. А на этом мы пока что с вами закончим. Все, всем спасибо за внимание. С вами был Техномакс, это был Анна Мутейшеном. Всем до новых встреч, всем пока.